Широкое обсуждение государственной программы развития авиастроения на уровне экспертов и самой промышленности позволяет получить общий взгляд на цели, задачи и методы их достижения. Я думаю, что главное, о чем все говорили, это то, что программа является таким шагом вперед в развитии отрасли и что ее принятие позволит нам выйти на новый уровень. С другой стороны, такого рода документы не являются какими-то документами, которые могут быть приняты один раз и в дальнейшем не трансформироваться вместе с развитием самого авиастроения. Поэтому все подходят к программе как к такому начальному этапу развития долгосрочного процесса создания современной конкурентоспособной отрасли, которая должна иметь устойчивые позиции на вером рынке. Поэтому здесь важно не только принять эту программу, но и сформировать те направления, двигаясь по которым мы сможем развиваться дальше. И, собственно, вот этот диалог, который происходит между экспертами, разработчиками программы, теми, кто ее будет реализовывать, этот диалог дает возможность, приняв конкретные решения сегодня, определить направление движения в будущее. Есть целый ряд вопросов, которые говорят о том, что нужно более четко уточнять прогнозы развития рынка, внутреннего рынка и внешнего рынка, в первую очередь в области гражданской авиационной техники. Есть целый ряд моментов, которые связаны с направлениями развития авиационной науки, направлением развития технологий и механизмами взаимодействия между институтами промышленности, между предприятиями корпораций, между поставщиками в развитии перспективных технологических направлений. Детальные механизмы должны быть более четко описаны и проработаны. Есть целый ряд других направлений, которые являются предметом более конкретного развития кластеров, насколько инфраструктура и структура отрасли должны меняться, насколько должно консолидироваться производство конечной продукции, насколько должны выделяться малые предприятия, начальные переделы изготовления. Я думаю, что я могу еще большое количество вопросов называть. Это, думаю, что не будет иметь смысла, потому что, безусловно, программа является таким ядром, которое будет расширяться в большом количестве направлений. В инфраструктуре, в кадрах, в производительности труда, в техническом перевооружении, в создании научного потенциала, в продвижении продукции на рынок, в механизме продвижения продукции на рынок. Это большой комплекс проблем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова